Добрый день! С вами магазин Юный Папа. Сегодня у нас на обзоре будет машинка. Новая машинка от Химоты компании Химоты. Вот это будет Е10 МТЛ, бесколлекторная. Также есть в комплекте, не в комплекте, а в линейке Е10 МТ это коллекторная, Е10 ИФТЛ это бесколлекторная версия Траги, немножко другой кузов, протектор колес, по-моему, пониже она. И Е10 ИФТЛ это коллекторная версия Траги. Бесколлекторная, так и они разного цвета бывают. Это у нас зеленого цвета. Вот такого клипса внутри. Но главная, основная у нас идея видео, это пульт управления. Химоты обновили пульт управления. Сделали вот такой вот пульт. Четыре пачка батарейки работают они. И с настройками. Очень много было у нас звонков и непоняток с этим пультом. Сейчас мы его разберем. Глянем на машинку. Машинка Е10 МТЛ. Ничего, в принципе, они нового там не обновили. Все те же колеса, амортизаторы, бесколлекторный двигатель, литий-полимерный аккумулятор. Сделали вот такой специальный отсек для аккумулятора. Вот такой вот отсек. Соответственно, родной аккумулятор на 2000 мА. И сюда, чтобы вы понимали, дополнительный аккумулятор может влезть только от таких же габаритов. Так он лазит. Он сюда впритык. Вот он ходит. Все впритык. И провода вот здесь выходят. То есть если будут где-то в другом месте, то проблематично будет закрывать. Так что... Зарядка тоже в комплекте. Так, и смотрим, значит, что показываем. Включаем сначала пульт. Пульт у нас здесь загорается красный индикатор. подсоединяем аккумулятор. Подсоединяем аккумулятор к машинке. Включаем. Синхронизируем. Право-влево. Так, теперь мы... Не хватает у нас. Так, теперь мы ставим ее так и смотрим. Значит, на пульте есть... Видно? Так, сейчас приближу. Да, давай. На пульте у нас есть... Ну, колесо само отвечает за поворот колес. То есть вправо-влево. И здесь гад. Ход вперед. Если резко назад, то это тормоз. И это задний ход. Есть здесь вот такие три переключалки. Значит, канал 2, канал 1 и DR. Значит, DR это чувствительность угла поворота колес. Как это проверить? Можно взять и, допустим, опустить вниз. Вот так вот это делается. Полностью опускаем вниз. И продолжает беспрерывно сигнал. Вот. Все. Вот. Мы дошли до предела. Пробуем повернуть колеса. Не получается у нас повернуть колеса. Вообще ничего не реагирует. Все работает, но ничего не реагирует. Газ работает. Это бывает... Так. Ну, дальше возвращаем на исходное положение. Пищит, пищит. Все. Дошли до крайнего предела. Если установлен крайний верхний предел, то получается установлен максимальный угол поворота. Вот такой. На самом деле, это не очень приветствуется на таких машинках. Поэтому немножко же рекомендуем опустить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять допустим. На десять шагов. Может быть, это как-то не повлияло. Вот. Ну, можем даже на 15, наверное, шагов опустить. Все. Цель, главная, основная задача, это чтобы не сломать сервопривод, чтобы не было на 100% поворот колес. Тогда просто будет больше вероятность того, что сломаются здесь шестеренки. Так. За углом поворота разобрались. Дальше проверяем вот этот канал. Канал один. Здесь намного проще. Мы берем тоже таким вот способом. Справа загибаем, смотрим. И у нас поворачиваются колеса налево. То же самое. Налево. Поворачиваются направо. И тоже есть центр. Вот такой вот глухой сигнал. Вот такой. Вот. Соответственно, колеса стоят право. Но можно визуально просто убедиться будет, когда они будут стоять ровно. Дальше канал два. Проверяем. Также опускаем его сначала вниз. Сейчас машинка сама должна... Это тренировка газа. Сейчас. Вот. Всё. Машинка сама поехала. Мы там не участвуем. Можем крутить. Ну, машинка сама... Ну, соответственно, вниз скорость увеличивается просто. Чтобы затормозить, нажимаем вот сюда. А так машинка постоянно сама ездит. Всё. Вот центр нашли. Попробуем наверх. Сейчас. Наверх. Наверх. Тренировка газа как раз и дала. То есть, если мы сейчас там... Ну, схватывает газ в самом конце. И сразу на максимум. Похоже. Вот так. И, значит, опускаем мы его дальше на стандартную. Вот до такого характерного писка. Вот такой глухой сигнал. То есть, он означает середину. Так. С этими разобрались. Есть очень важные настройки. Это, значит, вот эти две L и H. Канал 2. Это тренировка. Также настройка чувствительности газа. Сейчас мы покажем, как это работает. Так. Ну, реверс на конец ставим. Значит, смотрите. Полностью зажимает газ. Вот. Вот. Выкручиваем. Вот. Полный газ. Выкручиваем L. И видим, что наша машинка стала намного дружелюбней. Вот. Вот. Можно вот так вот подрегулировать. Вот. Всё. Вот. Мы хотим нажать полный газ. Если ребёнок нажмёт полный газ, то с такой скоростью, в принципе, с машинкой ничего не должно случиться. Ролевое управление осталось. И газ. Но остался также довольно мощный резкий тормоз и задний ход. Задний ход мы берём... Ой. Так. А, это мой. Задний ход также регулируется вот этим вот... Убавили мощность заднего хода. Но, если мы убавляем мощность заднего хода, то у нас появляется нечувствительный, ну, то есть не хороший тормоз. И вот пропадает иногда задний ход. То есть мы играемся, но заднего хода нет. Поэтому его можно поставить где-то на центре. Чтобы он с одной стороны был. Вот. Вот что касается этого... А, ещё реверсы. Реверсы. Переключения каналов. Значит, мы берём... Так, сейчас мы немножко чуть-чуть помощнее делаем. Достаточно. Значит, канал один сверху. Если мы переключаем, то есть у нас сейчас сохраняется колесо поворота колёс вправо-влево. Канал один переключаем. И у нас получается, мы колесо вправо крутим, а колёс поворачивает влево. Или влево колёс поворачивает направо. То есть это так перевёрнутое зеркальное отображение. Канал два. То же самое касается газа. То есть сейчас машинка при нажатии крутого газа едет назад. А сзади уходит вперёд, соответственно. Это канал второй. Канал третий. Вот здесь вот на приёмнике у нас есть приёмник трёхканальный. Но задействованы у нас два канала. Поэтому третий канал свободный. Потом понадобится он для бинда как раз. Для привязки пульта к модели или модели к пульту. Ну, соответственно, он не нужен пока. Вот и всё, что мы хотели рассказать по пульту. Ну, это был десятый масштаб химоты. Десятый масштаб бесколлекторной химоты. Коллекторную машинку мы потом ещё дальше разберёмся. Первоначально, чтобы отключить модель, первоначально мы отсоединяем аккумулятор от модели. Так, можно ещё здесь выключать. Но обязательно надо отсоединить аккумулятор от этой модели. И выключаем пульт. Сейчас же здесь же перейдём к машинке у нас другой. Это у нас будет тоже бесколлекторная машинка. Тоже химота, но восемнадцатый масштаб. Тоже самое, как и десятый масштаб. Только вот масштаб немножко другой. Восемнадцатый. Так вот это всё выглядит. Тоже бесколлекторная машинка восемнадцатого масштаба. Тоже литиполимерный аккумулятор. Он здесь у нас... Чтобы мы посмотрели... Так, давайте откроем, посмотрим. На тысячу пятьсот миллиампер. Вон там. Вот. Так, и то же самое здесь сейчас проведём по-быстренькому. Значит, включаем сначала пульт. Красный индикатор горит. Подсоединяем машинку. Включаем машинку саму. Проверяем управление. Справо-влево. Справо-влево. Куда. Что у нас? Вот, смотрим, из коробки достали. Немножко колёса стоят в левую сторону. Можем сразу их отремнировать. Вот этим вот каналом. Вот так вот их выровняли. Это канал два. Ну, здесь также DR-чувствительность. Опять же, если мы возьмём... Отключим его, можно сказать. Всё, колёса перестали поворачивать. Как они на них не влияли. И так же вернём. То же самое здесь касается газа. Вот машинка сама поехала. Вот центр наш. Так, это колёса мы выровняли. Так, здесь то же самое. По мощности. Зажимаем. Так, вот так вот. Крутим L-ку. Раз, машинка стала намного... Много основной. Вот, середину мы здесь оставим. То же самое касается заднего хода. Ну, задний ход. Есть некоторые нюансы. Может отключиться. И то же самое касается каналов. Реверсы можем переключать. Ну, вот. Будет у нас зеркальное управление этой машинки. То же самое. Вот. В другом видео, если какие-то вопросы у вас остались. Скорее всего, будут они это по привязке машинки к пульту. Если такое произойдёт, то в следующем видео покажем. Потому что надо потерять эту связь, чтобы она не работала. И какие-то, если будут вопросы, то пишите в комментариях. Будем на них отвечать. В следующем видео разберём тогда уже коллекторные машинки. И посмотрим, какие у них пульты.